И всем привет, ребят! С вами Мистер Баник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очень интересной обновлению, который подвергся изменениям Хупера. И сегодня мы в игровом форматике, как всегда по дефолтику, тестанем его, посмотрим, что с ним произошло. Изменилась механика управления данного корпуса, плюс произошел дополнительный нерв. Посмотрим, 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 что принесло, какие изменения есть с этим корпусом, что вообще можно сейчас сделать на этом замечательном корпусе в матчмейкинге. Что касаемо режима, то я думаю, что по дефолтику будем играть в регби. Устройство на корпус иммунитет от оглушения, жига с зажигательной смесью, ну и плюс, ко всему прочему, защитник, аппетитный, сочный, дефолтный дрончик. Посмотрим, насколько жестко можно играть на нем. Я сегодня скатал на одну катку, был, наверное, даже положительно приятно удивлен тому, что, наконец-таки, его хотят, ну, просто добить, да, уничтожить уже этот корпус, чтобы он вообще не был актуален, но все равно до сих пор, как по мне, есть еще смысл на нем играть. Изменилась механика стрейфа, теперь при повороте она не такая эффективная, как была раньше. Ну и по маневренности, конечно, теперь корпус уже не является столь жестким, который может предотвращать практически все выстрелы от дальнобойных пушек на расстоянии. Сейчас в этом уже есть проблемы определенные и, скорее всего, в дальнейшем, если вот это вот обновление еще не до конца добьет, то они раскрутят его еще чуть-чуть побольше, чтобы уж наверняка этот корпус просто намертво начал умирать. Также есть изменения с прожатием овердрайва. Теперь при прожатии овердрайва танк уже не летит на столь большую высоту, которая была у нас раньше. Ну и, соответственно, если не летит высоко, то это уже, ну, довольно неплохой нерв самого корпуса. Ну, пока вроде как у меня сейчас, скорее всего, получится доставить первый. Нет, не получится доставить. Чпокнули, чпокнули, чпокнули. Пока что не получается. Но, если предыдущий нерв, я бы сказал, что еще не так сильно чувствовался, то этот нерв чувствуется намного жестче. Мне кажется, знаете, что еще будет в дальнейшем с этим корпусом? Его просто не только будут убивать, ну, зачем я овердр прожил, не знаю. Его не просто будут убивать по каким-то механическим состояниям, да, корпуса. Его еще возьмут и просто занерфят по цифрам. Возьмут и сделают, например, условно, вместо 2000 хп сделают там полторы. Если уж будет он продолжать себя неплохо показывать. Но, как по мне, уже сейчас чувствуется изменение с этим корпусом. Я бы сказал, что, ну, не так, не так уже круто с ним катать. Но пока как-то, я бы даже не сказал, что из-за корпуса у меня не получается доставить. У меня просто не получается доставить. Это как-то приемочка работает жестко. Вот пока, ну, такое-се, такое-се. Понятное дело, что, скорее всего, первое место у меня получится забрать в катке. Но по механике уже и есть свои нюансы. Так, ставлю или не ставлю? Вот в чем вы просто... Ладно, прожимаю овер, чтобы на верочку доставить. Сейчас, кстати, вылетел неплохо корпус. По ощущениям, даже так же само по дефолту, как было до этого. Ну, ладно. Может быть, мне показалось, что он какой-то печальный. Сейчас он будет себя показывать так же само, как старый Коппер. Вот первые два боя, когда я еще до этого сегодня не записывал видеоролик, было прям видно, насколько в маневренности корпус уступает теперь. Сейчас вроде, ну, не так сильно. Вроде как поворачивается. Есть ощущение того, что он немножко стал более какой-то слоупочный. Но, как я уже сказал, не так сильно чувствуется почему-то. Доставили два мяча. Неплохо. Можно все так же само заформить. Некислый фондик. Сейчас посмотрим, получится или не получится. По идее, должно получаться. Без особых проблем. Сейчас, если еще в этого типа упоримся. Упоримся. Надеюсь, что я его солью. Второго тоже. КП, правда, не хватит. Скорее всего, не выживу. Тянем немножечко в уголочек. Пол боя, 350 очков. С двумя доставками, 10 киллами. Неплохо, что. Пойдет, пойдет. Пойдет. Неплохой результат. Пробуем сейчас. До типа... О, доехать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас бы на подборчике сыграл. Было бы вообще шикарно. К сожалению, не получилось. Ну и попробуем дать овердрайва. Просто на боковом срифе. Доставочку, к сожалению, не оформляем. Ну и понятное дело, что теперь за счет того, что овердрайв не остается, это тоже своего рода нерв. А я до сих пор прожимаю свои овердрайвы очень неаккуратно. Надо на верочку жать. Ну а я жму как по кайфу, так и жму. Поэтому в этом плане тоже есть свои нюансики. Ладно. Ай-яй-яй-яй. Уничтожило меня подрывничком. Надо бы доставить еще пару флажков. Мечей, вернее. Было бы неплохо. Два, наверное, я уже еще мог ставить. Но за свои недоигровочки не получилось это сделать. Офигеть. Я вроде был за стенкой, все равно сводка со страйкера не спадала. Интересно. Интересно. Ладно. Окей. Ничего страшного. Мины стоят. Возможность уничтожения противника имеется. Ну и после уничтожения, я думаю, что можно попробовать сейчас через Центрик. Было бы неплохо кого-нибудь уничтожить. И потом просто с прыжка залететь и доставить. Тут сейчас очень много минок тут, наверное, будет стоять, нет? Или нету тут мин? А, тут нет мин. Ой, шикарно! Ну, как всегда, по дефолтику за счет гравитации. И возможности корпуса обходим препятствия. Делаем доставочку. Ну, что-то как-то по ощущениям комфортно себя чувствует корпус. Да, нерв чувствуется, но... Я бы не сказал, что все так печально. Я бы сказал, что не все так печально. Это знаете как? Вас хотят занерфить, занерфить, убить и убить, а вы неубиваемый просто. Просто хоппер говорит, я неубиваемый. Просто неубиваемый. Четвертая доставка, 600 очков. Может, мне просто с противником повезло? Поэтому не так плохо показываю. Но я думаю, что изменения будут очень сильно чувствоваться на... Кризисе. Там, где маневренности надо намного больше. Здесь как бы я могу минимизировать маневренность. А вот... Ой, красиво. А вот на кризисе там уже так не получится. На кризисе так уже не получится. 13 секунд у меня. Диашка есть. Возможность доставки есть. Теревеса прожимают овердрайв. Если сейчас вместе с ней подпушим. Может быть доставим. 2, 1, 0. Доставил, шикарно. 5,666. Вот это да. Не кислененько мне насыпало. Прикольно, прикольно. Говорят, хоппера убили. Нормально так убили. На 6,000. На 6,000 убили. Неплохо. Неплохо. Я даже не знаю, что сказать. Я даже не знаю, что сказать вам. Изменения чувствуются. Чувствуются. Чувствуется нерв. Но, как вы видите, этот нерв не так сильно по итогу влияет на корпус. И все так же. Можно продолжать на нем играть, фармить, нагибать. Но уже я думаю, что не так эффективно в других режимах. В Рэгби-то понятно. Здесь все стабильно. Железно. Залетает. А вот на какой-нибудь на каком-нибудь джагере, да, где надо стрейфы хорошие давать. Или на осадочке тоже, да, ЦТФ-очки. Где стрейфов надо делать намного больше. Я думаю, что у этого корпуса уже будут сильные проблемы. Но нам главное, конечно же, тестануть Рэгби. Потому что весь фарм непосредственно на этом корпусе принято забирать в Рэгби. Хорошо. Заставочку дал, но чувствуется. Чувствуется, что не так комфортно все-таки с этим корпусом. Я уже в последнее время на нем практически не играю. Потому что ну, чего-то хочется нового, что-то интересного. Хоппер уже надоел. Поэтому для меня наверное хоть и чувствуется но не так сильно это изменение. Играл первый бой на полигоне. Там как-то ощущалось посерьезнее. Но все равно доставлять можно. Без особых проблем. А это самое главное, что нужно по сути на этом корпусе. Если возможность доставки есть, то и проблем как таковых у вас не будет. Так. Вот это конечно очень плохо. Надо уничтожать. Попробовать сейчас залететь. Можно даже не лететь. Противник отвлекается. Можно овердрайв лишний не тратить. Делаем вторую доставочку. Ну и было бы неплохо доставить еще три. Если с первой катки я получил пять шестьсот. Что является очень жестко. Ну вот прям реально очень жестко пять шестьсот. Если сейчас получится заформить еще и с этой катки что-то похожее, это будет вдвойне жестко. Ладно. Уговорил. Уговорил поражать. Хорошо. Тридцать тридцать пять за три минуты. Может быть даже лучше попробовать сыграть этот бой полностью. Не доставлять сейчас быстрые два мяча. Попробовать сыграть полностью. Посмотреть насколько много можно здесь получить. Ну посмотрим сейчас по ситуации. Если будет возможность доставки то доставим. Не будет возможности доставки. То может быть еще поиграемся в этой катке. четвертая очень легкая. Это пол боя только прошло. Пол боя у меня четыре доставки из четырех 440 очков. Жестко. 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 Жига тоже дает свой плюс. Определенно за счет этого попер себя показывает получше. Ну и здесь я думаю что очень много еще зависит от управления на клавиатуре скорее всего управление намного хуже. Проверять я конечно не стану но мне кажется что оно намного хуже нежели прямо сейчас на мышке оно имеется. Так овердрайв я профукал свой. Противник не хочет сдаваться с 4.0 если не хочет сдаваться это хорошо хорошо пусть стараются ребята пусть стараются желательно конечно не давать противнику доставить очень хорошо что наш тиммейт сейчас отработал я бы на его месте наверное мяч в киллзону бы кинул он решил рискнуть риск такой себе неоправданный абсолютно но смотрим приведет его риск смогут ли его нагнуть не смогут пробуем сейчас ареса убить 2.5 минуты доставит ли наш тиммейт вот в чем вопрос траектория у него конечно не самая лучшая его уже нарежут приз шоком добавочки ему накидывает но я попробую в свою очередь тоже здесь оформить пару киллов может даже доставить если сейчас получится за 5 минут посмотрим что получим делаем такой вот моментик легкие доставочку 5 минут катка 4 4500 то есть по сути если бы я этот бой играл бы еще бы 2 минуты то получил бы где-то тоже около этого за 2 боя за 10 с небольшим минут 10 тысяч кристаллов поэтому что я вам могу сказать любители хопера могут продолжать играть и фармить но уже ограничиваться определенными режимами ну и надеяться на то что нерфов дальше не будет но они будут потому что этот нерф не так сильно чувствуется но возможно кто-то еще успеет на этом хопере поформить довольно жесткие суммы нерф как вы поняли есть но до сих пор даже с таким нерфом можно комфортно фармить большие количества кристаллов в матчмейке у меня друзья на этом все если вам понравился данный игровой видеоролик вы хотите видеть новые игровые видосы чаще то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком подписываться на канал если вы еще вдруг не подписаны нажимать на колокольчик дабы ничего не пропускать ну а с вами был мистер Ванька всем друзья спасибо за просмотр всем удачи и всем пока